Приветствую вас. Для начала я хотел бы согласиться со своим коллегой Игорем, который говорит о том, что вам нужно учитывать свою индивидуальность, учитывать свою уникальную историю, учитывать свой уникальный опыт и учитывать именно вашу историю развития этого самого чувства одиночества, которое вы сейчас используете. Потому что двух одинаковых людей не бывает и быть не может и сорвется. Но то, что происходит именно с вами, то, что происходит именно с вами, лучше все-таки изучать плотно. Да? Вот. Это первое. Второе. То, что вы говорите о каких-то общих рекомендациях, да, о том, чтобы мы дали вам общие рекомендации. Может свидетельствовать о том, что вы себя обесцениваете. Может свидетельствовать о том, что вы себя принижаете и считаете, что для вашей проблемы достаточно каких-то общих ответов, которые, соответственно, могут вам помочь. С другой стороны, у вас может не быть средств для оплаты работы специалиста, да. Именно может не быть. Я не говорю, что у вас их нет, да. Вот. Может быть, вы не хотите оплачивать работу специалиста, чтобы выяснять все. Ну, опять же, по опыту могу сказать, что самолечение, да, и самостоятельная работа не всегда возможна, потому что вы находитесь во власти своих поведенческих баттернов, во власти своих установок и не всегда способны видеть, не всегда способны оценивать то, что происходит с вами. Вот. Поэтому здесь стоит вопрос выбора скорее. Дальше. Дальше. Значит, не догадает чувство одиночества, да. Значит, одиночество это что такое вообще? Одиночество это невозможность быть наедине с собой, правильно? Ну, я думаю, вы согласитесь с этим, что одиночество это когда человек не может быть наедине с собой. То есть, наедине с собой, а человеку, ну, плохо. Ему не комфортно. Наедине с собой. Вот. И, соответственно, получается, получается так, что вы себя не принимаете полностью такой, какая вы есть, например. И вот уже этот момент, момент о том, почему вы себя не принимаете такой, какая вы есть, вот уже этот момент, его можно и нужно разбирать. То есть, что конкретно вы себе не принимаете, почему вы себе этого не принимаете, вот. А в чем конфликт ваш? Ну, конфликт ваш имеется в виду с собой, да. То есть, вот вы конфликтуете с собой, в чем этот конфликт проявляется. Конкретно, 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 по факту. Вот. То есть, тут нужно анализировать вот именно, что вы чувствуете, что вы чувствуете, когда одно. Вот. Какие мысли у вас это вызывает? Какие чувства у вас это вызывает? Откуда это все началось? Понимаете? Вот. То есть, одиночество, это непринятие себя. Это невозможность мыть наедине с собой. Как правило, как правило, в таких вот случаях, да, в таких моментах я даю задание, значит, посмотреть, что вы себе не принимаете. Да, то есть, вот составить список, например, качеств, которые у вас есть. То есть, список позитивных и список отрицательных, по вашему мнению, качеств. Вот. Определить их происхождение. Определить их происхождение. То есть, откуда они взялись вообще. Вот. То есть, почему вы считаете, что вот именно эти качества являются отрицательными, чем они вам вредят и так далее. Вот. И, соответственно, нужно работать в направлении вот корректирования того, как вы себя воспринимаете. Это первое. А второе. Второе, что можно сказать, это потребности прямо вытекает, значит, эта формулировка из того, что вы пишете дальше, что я думаю, что только с мужчиной я буду счастлива, да. То есть, только мужчина может дать вам, по вашему мнению, то, что вы хотите. Вот. Соответственно, здесь происходит следующее. Вы представляете, воспроизводите себя, свое состояние, свое самочувствие, свои чувства, свои эмоции в тот момент, когда вы с мужчиной. Ну, то есть, представьте себе, да, что вы уже с ним, как бы. Ну вот. Значит, когда вы представили, что вы с ним уже, как вы себя чувствуете в этот момент? Как вы себя чувствуете в этот момент? Спокойно ли? Весело ли? Важно ли? То есть, вы чувствуете, например, что вы важны? Вы чувствуете, например, свою важность? Допустим. Или вы чувствуете себя спокойно? Или вы чувствуете, как, например, любовь наполняет вас? Вот. То есть, как вы себя чувствуете? Что по телу происходит? Вот. Это нужно идентифицировать. То есть, идентифицировать то, как вы себя чувствуете. И идентификация ваших чувств, вашего состояния необходима для того, чтобы понять, в чем именно вы нуждаетесь. Какое желание не удовлетворено. После этого ищется источник запрета. Источник запрета удовлетворения данного желания самостоятельно. Вот. То есть, как бы. Откуда взялась, грубо говоря, да, откуда взялась, грубо говоря, условность здесь? То есть, почему только с мужчиной вы будете счастливы, откуда идет эта установка? У вас. Она же откуда-то взялась, да, эта установка, она же откуда-то появилась, вы же откуда-то ее взяли. Правильно? Эту установку. Вот, соответственно, нужно, нужно и разобраться с тем, откуда она эта установка взяла. Да? У кого вы научились ей, этому мнению, этой позиции, этой точке зрения. Вот. И необходимо подвергнуть эту позицию критике, вот, переоценке, переосмыслению, если угодно. Вот. Следующее, что нужно сделать, это признать, что данная позиция является ограничивающей вас. И преследует цель не сделать вас счастливой, как вы, может быть, думали до сих пор, а скорее ограничить, поместить в некие рамки. Вот. То есть, по сути дел, по сути дел, цель данной позиции вас подчинить себе. Ну, подчинить, например, воли родителей, хотя это происходит, безусловно, не специально, не с целью вас подчинить, но, вполне реально, что это происходит на автомате. И необходимо выявить ваше решение, которое было принято вами в этих условиях. То есть, родители и любые установки, при всей их силе, не значит ничего, без вашего решения им следовать. Соответственно, вы, когда-то, в детстве, возможно, этому решению начали следовать. Вот это решение нужно изменить. Для этого необходима возрастная регрессия, для этого необходимо, конечно, вернуться туда, это все делается, это все осуществляется. Ну, вот. И, значит, по итогу вы получаете, вы получаете другое решение, которое можете воплощать в жизнь. Жизнь настоящая. Следующее. Следующее, что хочется сказать, это, что, какие отношения вы хотите выстраивать с мужчинами. Вообще. То есть, тут вот вам нужно подумать самой. Каких отношений я хочу. Потому что, на данный момент вы, как бы, говорите, что вы хотите быть зависимой от мужчин. Понимаете ли вы, что это значит? Отдаёте ли вы себе отчёт в том, что это такое? То есть, что такое зависимые отношения? Ну, с людьми вообще. Готовы ли вы реально платить цену за то, чтобы быть зависимой в отношениях? Платить цену за счёт своей независимости, за счёт своей свободы, за счёт своих, значит, ну, каких-то уступок, компромиссов и так далее. Готовы ли вы это сделать? Это тот вопрос, на который вам нужно найти ответ. Для себя самой. Дальше. А если вы, свои желания, которые у вас есть, ну, вот, идентифицируете, то есть, вот поймёте, чего вам не хватает, да? Например, для счастья и почему вы чувствуете себя неполноценным человеком, тогда откуда это, что вообще, в чём нуждаетесь? Вот. То вы сможете наметить себе стратегию по реализации этих желаний самостоятельно. То есть, важно понимать, важно понимать, что желания, которые стоят за вашими переживаниями, желания, они нормальны, они реальны, они естественны, они правильны. Они, они, в общем, имеют место быть, эти желания. Но форма, 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 которую вы выбрали для реализации своих желаний, является условной, является нездоровой, является не свободной, скорее всего. Потому что вы чувствуете себя неполноценным человеком, без мужчин. Ну, ну, вот, на данный момент. Давайте подумаем так. Если, если вы любите какого-то мужчину, да, ну, влюбились в человека, хотите ли вы, чтобы он, этот человек, был с женщиной, например, которая считает себя неполноценной? То есть, готовы ли вы своего любимого, ну, либо потенциального любимого, либо вообще любимого человека, да, не важно. Готовы ли вы, готовы ли вы своего любимого поставить перед этим фактом? То есть, хотите ли вы, чтобы с ним был, был неполноценный человек? Так, понимаете? Какая история. То есть, просто, 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 просто подумайте, каких отношений вы хотите, чего вы хотите для своего мужчины, чего вы ему желаете? Готовы ли вы возложить на человека ответственность по, например, допустим, по убеждению вас, или переубеждению вас в том, что вы полноценный человек, ну, вы полноценная личность, вот. То есть, понятно, да, о чем идет речь? Вы возлагаете на любимого человека чрезмерную ответственность за себя. Знаете, какая история? То есть, это вот такая, ну, мотивирующая, я надеюсь, история, которая поможет вам, значит, при, ну, цели, цели, свои в отношении. сделать, ну, более, более, скажем так, понятными для себя, да, то есть, если готовы, например, если готовы к этому, вот, то просто нужно, чтобы вы это приняли, и сказали, да, я хочу, чтобы мужчина, там, за меня ответственность, да, я готова, чтобы он переубеждал меня, да, я готова в нем растворяться и так далее, вот, готова, там, я тут частью своей свободы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, вот, то есть, в этом нужно честно себе признаться, вот, и выстраивать отношения, выстраивать отношения, именно, вот, на таких откровенных, искренних, значит, ну, скажем так, мотивах, да, основах, потому что по-другому, по-другому, у вас, ну, к сожалению, не получится, то есть, рано или поздно это приведет к обидам, каким-то, каким-то, вот, либо вы будете чего-то ждать от людей, да, завышенные будут ожидания, либо люди будут ждать чего-то от вас, то есть, что же, такие, такие вот, завышенные будут ожидания, вот, и по итогу, по итогу, ну, по итогу ничего хорошего из этого не получится, потому что по итогу просто будут взаимные обиды, и, и все, по факту, по сути дела, вот. Если вы для себя этого не хотите, если вы не хотите для себя такого, вот, то нужно, конечно, вести себя, ну, по-другому в отношении, понимаете? То есть, вот, определиться нужно с тем, определиться нужно с тем, каких именно отношений вы вообще хотите для себя, понимаете? Какая про то, что вы, вот, это то, что вам нужно сделать, это то, что вам необходимо сделать, и это то, над чем вам нужно работать? над реализацией своих желаний и над выстраиванием своей модели женского поведения. На этом все, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.